Трэнди Лаб Работаю в качестве ведущей, мне нравится брать интервью, рассказывать вам о модных новостях, но не надо забывать, что основная моя профессия – это все-таки профессия модели. Как распланирован мой график, весь этот безумный поток людей, подиумов, репетиций – все это вы узнаете совсем скоро из нашей программы Трэнди Лаб. В понимании многих работа модели напрямую ассоциируется с томной роскошью, люксом, гламуром. Иногда это действительно так и бывает. Но с наступлением Fashion Week жизнь моделей превращается в настоящий хаос. Я снова у Александры Серовой. Пользуясь личными отношениями, я снова пришла на примерку в шоу-рум Саши. Показ будет буквально через пять дней, в субботу, на неделю высокой моды. Как всегда дошиваемся в последний момент, еще подолы не подшиты, еще торчат нитки, потому что это все будет доделаться в последние секунды. В чем ты меня видишь на этот раз? Ну, в принципе, я тебя вижу во всем, но ты у меня одна, поэтому пустить тебя 30 раз в квадрат я не смогу. Я думаю… Делаем сколько? Два выхода? Давай попробуем два. Я думаю, что один из них, однозначно, должен быть черным. Ой, ну, конечно, платье великолепное, но в камеру не покажу, но вот так вот. Мне очень нравится. Мне тоже очень нравится, но слава богу, что я сейчас уже доросла до того уровня, когда модель вправе сказать, ну, можно я это не буду надевать. Ну что? Мне очень нравится, а тебе? Красиво, да, за счет того, что вот здесь открыто получается такой очень подшатный век. Ты, кстати, волосы как, распущенные оставляешь? То есть волосы, на самом деле, будут практически такие же, как у тебя сейчас, только у всех на глазах будет вот такая тонкая окруженная повязка. Мас, тоже неплохо. Да, мне тоже очень нравится. Мне нравится. У нас еще еще там в заначке. Еще одно розовое слое. Ну, этот цвет кому-то нравится, чтобы было вот такого монолита, а кому-то нет. Хорошо, фасон этот, очень кажется, это возможность, мне кажется, чуть-чуть сливаемся, да? Я буду на подиуме, наверное, ну, как-то так. На всякий случай, сфотографирую, чтобы у меня осталось в памяти. Но, скорее всего, мы на нем не останавливаемся. Ну что, можно сказать, что примерка прошла успешно? Я очень довольна. На самом деле, сложно единственное будет выбрать, что именно на тебя одеть, потому что тебе все очень хорошо. Я буду учитывать твои предпочтения. И я думаю, что мы тебе два красивых лука, мы тебе оставим один из черного блока, скорее всего, золотой, процентов 90, и выберем между розовыми. От шумных бэкстейджов переходим к личностям. На днях нам удалось пообщаться с одной из самых желанных девушек на земле, фан-фаталь Криштиану Рональду Ириной Шейх. Ее в свое время, как и Водянову, заметил скаут модельного агентства, и так простая девушка из Еманжелинска превратилась в модель с мировым именем. В свои 25 Ира уже снялась для журнала Sports Illustrated и стала лицом компьютерной игры Need for Speed. Чем живет и чем дышит Ирина Шейх прямо сейчас для Trendy Lab в эксклюзивном интервью Снежины Куловой. Был ли какой-нибудь комплимент, который тебя поразил? Очень приятно часто слышать, что русские женщины самые красивые в мире. Я большая патриотка нашей страны и считаю, что русские женщины не только красивые снаружи, но и внутри, потому что они очень умные, образованные. Это очень помогло, что я выросла в России, мы можем сниматься и в купальниках в снегу, и везде перелетать. Ты чувствуешь себя по словам русской красоты? Русские женщины самые красивые, самые успешные. Посмотрите, Наталья Водянова, Наташа Поля, да? У нас очень много русской красоты, которая представляет страну. Я очень горда входить в группу русских девушек, которые представляют страну. Естественно, пытаемся сделать что-то особенное, чтобы про нас, про русских сказали еще что-то более лестное. Каков твой день? Мой день проходит так, что я распаковываю сумку и спаковываю сумку. Или бегаю, пытаюсь найти подходящий наряд для следующего вечера, да? Или для какой-то красной коровы дорожки, на которую я собираюсь пойти. Но мне это нравится, потому что для меня, знаете, движение – это жизнь. И если я буду неделю сидеть дома, мне кажется, я перебью просто всю свою посуду, которую я купила, нечестно, заработанные деньги, да? Что будет очень жалко. Я никогда не сижу ни на каких диетах. И когда я приезжаю в Россию, к сожалению, это случается не так часто. Я постоянно заказываю сестре, которая живет в Шлябинске, сделать мне селедку под шубой, манты, пельмени. Очень люблю покушать. Иногда это даже, знаете, пугающее. Очень часто девочки ради себя любимых и ради своих любимых мужчин идут на то, чтобы сделать фотосессии в купальниках или в белье. Ты знаешь все тонкости этого процесса? Можешь подсказать пару-тройку секретов? В независимости, какая вы полная или худая, независимости, какой у вас рост, в первую очередь нужно полюбить себя и вас, мужчины, и все люди полюбят вокруг. Но если вы хотите сделать какую-то фотосессию пикантную для своего мужчины или своего парня или своего мужа, вы просто должны, естественно, подобрать правильное белье по размеру, подумать, какой же у вас будет стиль съемки – романтический, более сексуальный или просто простой. А ты сама, когда смотришь в объектив, о чем думаешь? Что ты чувствуешь для того, чтобы у тебя настолько проникновенный взгляд и сексуальный получился? Нерепетируемый взгляд. А если там за объективом будет фотограф, который будет тебе неприятен, это будет тебя смущать или ты уже профессионально наработал? Естественно, нет. В этом бизнесе мне приходится сталкиваться с людьми, которым неприятные и неприятные. Но вы должны быть просто профессионалом. Даже если вам кто-то сказал, что это плохое, вы должны посмотреть, улыбнуться и продолжать свой день. Потому что вы не можете там расплакаться, пойти домой и сказать, вот мне сказали, что я там толстая или некрасивая. Все, я обиделась, я ухожу. Знаете, очень много людей, которые говорят очень негативные, очень много негативной эмоции. Знаете, разные люди, разные характеры. Но я считаю, что вам нужно быть такой flexible, как говорится. Гибкой. Да, вы летаете в каждую страну, там разные еда, разные культуры и так далее. Вы просто должны адаптироваться к этой стране, адаптироваться к людям, адаптироваться и всегда помнить, что мы все люди, мы пытаемся сделать свою работу. Даже если мы что-то спрашиваем или пишем плохое, это по работе. Привет, я Ирина Шейк, специально для Трэнди Лаб. В следующей части Трэнди Лаб. Коллекция в стиле топ. Неожиданное амплуа модели Влада Росляковой. Опасно. Тыкают кисточкой в глаз. Краткий курс выживания на показах. Продолжение следует.